Привет, с вами канал Фактория! Вот что задумала эта собачка? С хорошими намерениями нож в зубах не носят. Даже если ты выглядишь как миленький щеночек, это еще не значит, что у тебя не может быть коварных планов. Совушки милые, говорили они. Совушки добрые и полезные птицы. Ага, вы это ей расскажите. Да это же ненависть на ножках. Кровавая расправа черепахи над зверски убитой клубникой. Очередное доказательство того, что черепахи совсем не так просты, как кажется на первый взгляд. Друзья, напомню, что прислать свои фото можно в наш телеграм-канал. Там мы иногда проводим конкурсы и розыгрыши. Ссылка в описании, переходите прямо сейчас. Весь вид этой собаки показывает, что на этой дороге главное она. А людишки пускай пока подождут. Лебеди. Это прекрасные, грациозные создания, поражающие своим изяществом и красотой. Ровно до того момента, пока не попытаются украсть у тебя ботинок. Лысые кошки, конечно, ласковые и добродушные. Но внешность такая, что Волан-де-Морт покажется симпатягой по сравнению с ними. В Angry Birds играли? Весело было. А готовы ли вы теперь встретиться с такой злой птичкой в реальной жизни? У меня только один вопрос. Сколько весит этот кот? И что будет, если ночью он решит поспать у меня на животе? А место в больнице заранее резервировать? Настоящее раздолье для любителей мистических теорий. Есть круги из пшеницы на полях, а есть спирали из кур. Наверняка они встали так, ощущая потоки неземной энергии. Какие еще могут быть варианты? Буренка на руинах разрушенного ею города. Нет, конечно, может на самом деле было все совсем не так, но уверенными мы быть не можем. Видимо, в этого кота вселился дух Рождества. Так и кажется, что он сейчас начнет вещать о прошлом и будущем. Настоящему злодею всегда нужны подходящие декорации. Вот этот попугай знает толк в спецэффектах. Сразу видно, что это первый шаг по захвату вселенной. Решил ты перекусить среди ночи. Заходишь на кухню и видишь вот такую картину. Сразу хочется тихонько развернуться и уйти, прикрыв за собой дверь, пока тебя самого не превратили в закуску. Кажется, здесь происходит ритуал кошачьего жертвоприношения. Впрочем, сама жертва выглядит вполне довольной происходящим. Чайки очень-очень опасны. Если вы в этом еще сомневаетесь, то просто задумайтесь, где эта птичка взяла себе запасную челюсть? Насколько же должен быть опасен этот попугай, чтобы кот прятался от него в его же клетке? У Шистика, честное слово, жаль. Вот что называется, не повезло с соседями. Видимо, в силу того, что черепахи не отличаются скоростью передвижения, они очень любят кататься на других существах. Если предыдущая решила использовать для этой цели собаку, то эта пошла дальше. В качестве личного транспорта она использует крокодила. Слышали про собаку-баскервиллей? Кажется, это ее фанат. Не хотелось бы встретить такого песика ночью на улице. Ну и кто рискнет доказать, что это обычный кот? Я бы к такому подходить не стал. Просто, на всякий случай. Ну и как реагировать на то, что за тобой следит петух? Намерения у него явно недобрые. Просто стадо милых овечек на ночном поле. Ух ты ж, е-мое! Наверное, именно так выглядит и демонское нашествие. Да эта улитка вообще не знает, что такое страх. Она бесстрашно делит трапезу с кошкой, не осознавая, что запросто может стать закуской. Вот как относиться к тому, что в дом вломилась черепаха? Причем вломилась в прямом смысле слова, проломив стену. Тут возникает вопрос, это такая лютая черепаха или такие плохие стены? Вот так идешь по улице, никому не мешаешь. И тут замечаешь в окне второго этажа коня. После этого немного начинаешь сомневаться в собственном рассудке. Вот вроде ничего необычного, просто котик играется. Но что у этого кота с лапами? Почему они гнутся не в ту сторону? Давно известно, что котики на самом деле собираются захватить мир. Вот этот решил потренироваться на игрушечном городке. Собаки тоже не промах. Они понемногу подчиняют себе младшее поколение, требуя почета и уважения с пеленок. Просто конь. Просто на балконе. Никаких ответов, ни зачем он там оказался, ни как туда попал. Просто очередная странность нашего мира. Кто тут считает обезьянок милыми? Вы только посмотрите, как она дружелюбно приглашает вас искупаться. Только улыбочка почему-то кажется неискренней. Если вы никогда не бывали в деревне, то вам не знаком ужас под названием гуси. Они могут быть вполне спокойными и общительными. Но если вы их чем-то разозлили, готовьтесь уносить ноги. Вы только оцените весь трагизм этой ситуации. Похоже, они короля льва пересмотрели и решили повторить сцену оттуда в реальной жизни. Ну да, очень крутой пес на велосипеде. Сразу видно, кто здесь хозяин дороги. Обычные чайки просто ловят и едят рыбу, а эта использует ее в качестве транспорта. Где она раздобыла рыбину больше себя размером, остается загадкой. Козы, конечно, очень милые создания, но встретив вот такого козлика, есть риск навсегда остаться заикой, без перспективы излечения. Ну что, рискнули бы уснуть в одной комнате с таким милым котиком? Судя по его взгляду, это уже не первое убийство, которое он замышляет. Думаете, что единственное, что могут сделать коровы, это вас затоптать или забодать? Нет. Они гораздо опаснее. Самые хитрые коровы могут упасть на вас с крыши. Когда в душе ты машина для убийства, а с виду милый щеночек, приходится включать воображение, чтобы придать себе достаточно грозный вид. Очень осмотрительный цыпленок. Несмотря на то, что он только что вылупился, он уже знает, что мир полон опасностей, поэтому решил пока путешествовать в шлеме, на всякий случай. С виду обычный кот, а на самом деле жесточайший истребитель вампиров. В настоящий момент проводит ревизию своих запасов чеснока. Кажется, эта жаба вышла на тропу войны. Не знаю, как у вас, а лично у меня нет никакого желания становиться у нее на пути. Похоже, намерения у нее серьезные. Эта черепаха настолько крута, что забрала собаку себе в рабство и теперь пользуется ею вместо транспорта. Хотя, кажется, собака тоже довольна своей ролью. Эта добренькая птичка называется сорокопут. Кроме умения намертво вцепляться в пальцы, она любит развлекаться, насаживая трупики мышей на тонкие веточки кустарников. А с виду такая очаровашка. Если ты не отдашь мне эту котлету, то я съем ее вместе с твоей рукой. Дважды подумайте, прежде чем заводить такого песика у себя дома. Спорить с ним бесполезно. Вам знакомо выражение тяжелый взгляд? Вот взгляд этого китоглава можно использовать как наглядную иллюстрацию к этому выражению. Сразу видно, птичку лучше не беспокоить. Да этот пес настоящий бунтарь. Возможно, даже лидер собачьей революции. Запреты для него ничего не значат. Собаки тоже решили устроить спиритический сеанс. И не пытайтесь мне доказать, что они просто так улеглись, касаясь друг друга лапами. Не бывает таких совпадений. Ну что, добро пожаловать домой, хозяин. Кажется, этот человек сделал своим кошкам что-то очень-очень нехорошее. Например, забыл покормить. Теперь пришло время расплачиваться за свою ошибку. Похоже, этот грач твердо уяснил, что с помощью бензопилы можно решить множество проблем. Главное, суметь ее запустить. Просто голова, которая ест сено. А то, что коровы нет, так это уже дело десятое. Вот вроде и понимаешь, что это просто удачный ракурс, но выглядит все равно жутковато. А вот тут обратная проблема. Корова без головы. В каком-то смысле это даже удобнее. Кормить ее не придется. Никому и в голову не приходит бояться голубей. Но когда встретишь на улице вот такого голубка, сразу становится не по себе. Может, эти птички собираются захватить мир и только прикидываются добренькими, пока курлыкают. Ну и кто бы не испугался, увидев в окне корову. Нет, может, конечно, кому-то и привычно, что к нему так заглядывают, но большинство людей заорало бы от ужаса. Никому и в голову не приходит бояться тюленей. Они же такие очаровательные. Ну, все кроме этого. Хотя, если бы меня заперли в таком бассейне, я бы тоже людей ненавидел. А вы боитесь своего кота? Эта девушка явно что-то подозревает. И не зря, учитывая взгляд ее питомца. Перед вами жаба, которую все действительно достали. Тяжело быть безобидным созданием, которое не может даже сбежать. Но зато свое презрение к окружающим продемонстрировать ей вполне по силам. Сурикаты просто греются под лампой. Поскольку в нашем климате им жить не слишком-то комфортно. Но выглядит это так, будто они решили вызвать сатану. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал Фактория и смотрите другие наши видео.